Книга открытым оком. Вопрос 1360, том 4. Разбор выступлений Архимандрита Амвросия Юрасова. Книга 2. Вопрос 26. Сейчас многие говорят о пользе возрождения язычества в России. Может быть действительно язычество не так и плохо? Отвечает Архимандрит Амвросий Юрасов. Каждый священник знает, как мстят злые духи за то, что священник помогает людям освобождаться от грехов. Одна мать пришла к преподобному Серафиму Саровскому. Батюшка, помолись, мой сын умер без покаяния. Он по скромности сначала отказывался, смирялся, а потом уступил просьбе, начал молиться. И женщина увидела, что молясь, он поднялся над полом. Старец сказал, мать, сын твой спасен. Иди, сама молись, Бога благодари. Она ушла, а перед смертью преподобный Серафим показал своему келейнику тело, откуда бесы вырвали кусок. Вот как демоны за каждую душу мстят. Не так просто молиться за спасение людей. Православная Россия приняла дух Христов, а языческий Запад хочет добить ее, жаждет крови. Комментирует Игнатий Тихонович Лапкин. И вот такими ответами заполнена вся книга Юрасова о том, как спасать души. Не надо ни Христа, ни Евангелия. Это и есть новое оязыченное лжехристианство. Во всем Священном Писании говорится о том, что за гробом нет покаяния. А без покаяния, без спасения при жизни нет спасения. Здесь совершенно нечего доказывать. И любой человек, который хотя бы раз читал Библию, скажет, откуда Амвросий все это берет. Слово «не покаялся» говорит о том, что человек жил вне Христа, не принял Божий дар, отверг Божью любовь. А о таковых Священное Писание предупредило, что они, не принимая Сына Божия, попирают Его, не приняли искупительной крови Иисуса. Крови не в чаше на литургии, а верою той крови, которую Сын Божий пролил на Голгофе. А священники сузили это все до литургии и до чаши в алтаре. Евреям 10.29. То сколь тегчайшему думаете наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. В Англии Таана 3.36. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Псалом 101.3. Не скрывай лица Твоего от меня, в день скорби моей преклони ко мне ухо Твое, в день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Псалом 49.17. А сам ненавидишь наставления мои и слова мои бросаешь за себя. Свою преступную самоизоляцию в стенах храма священство усиленно пытается оправдывать и пытается под это подвести хотя бы и гнилое обоснование через таких апологетов, как Амвросий. На это можно сказать, если правы вы, то не прав Бог, потому что проповедуете взаимоисключающие учения по сравнению с Евангелием. А мне в России места не нашлось, такое, впрочем, не с одним бывало, не со времен ли он оповелось, не многих ли чужбинушка смиряла. О, Родина! Ты, как и мать, одна, и потому не требуя отчета за ту свободу, что даешь сынам, свободу восходить на эшафоты. Распятая! Уже ли это ты? Стою на все взирая изумленно и узнаю в знаменах лоскуты, хламиды Иисусовой червленной. Страна моя! Туда ли ты глядишь? В земное тычут каверзные пальцы, и ты к земному на погост спешишь, в поводари признав христопродавцев. По что от неба, лик отворотив, позарилась на западные блестки, и все свое родное осудив, рядишься в лилипутские обноски, и потешая, скопище раззяв, иное избираешь направление. Стена стезя чужая, не твоя стезя чужой, и не вместить твое стремление. О, время! О, смятенье без конца! И стыд, и честь позорящей храмы все выше, выше пьедестал тельца, все четче зрак насильника и хама. И многие у гроба твоего хотят застыть в почетном карауле, и злобствуют, не ведая того, что в слепоте на Божье посигнули. Досудит Бог, не указуя нань, речь не о них, не об Иудах слова, кто пышет злобой, пожирает брань. Все было ранен, ничего не ново. Россия, Русь, куда б ты не неслась, оборванной, поруганной, убогой, ты не погибнешь. Ты уже спаслась, имея столько праведных убога. 1993 год и романах Роман Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова